Кувшинка в обмен на Шанхай. Речь идет об одной и той же столичной территории, где взамен самостроя появились многоквартирные дома. Но компромисс между застройщиком и отдельными гражданами до сих пор так и не найден. Это место еще несколько десятилетий назад в народе прозвали Шанхаем. Район начал свою историю еще в 70-е со строительством первых засыпушек по соседству с ЖБК-9. Прославился он покосившимися деревянными домиками и многочисленными металлическими ракушками. Позже избушки превратились в коттеджи, но по мнению городских властей они возведены нелегально. И сейчас вместо этих засыпушек и гаражей началось строительство нового микрорайона Кувшинка. Вот только некоторых жителей Шанхая это не устраивает. В общем, получается как. Застройщик, лидер, нам предлагает 30 квадратов, а у нас двухэтажный дом. Живем пока пять человек. Дети, внуки. Как мы пойдем на 30 квадратов, когда у нас такой дом? Дочка вложила материнский капитал. Так, у нас полностью дом обеспеченный. Бани есть, участок есть около шести соток. Мы туда, как мы пойдем на 30 квадратов? Наше предложение, ну трехкомнатные мы хотим. Меньше двух мы не согласны. Для многих местных жителей это вопрос жизни и смерти. Они построили свои дома еще в 80-е годы. Геннадий Рыбкин успел за это время не только построить дом, но и обзавестись семьей. С ним живут его дети и внучка. Его расстраивает даже мысль о переселении. Я вообще никогда не пойду. Стою, стою, не пойду. Как я могу, а детей, внучек, как я могу пойти в одну комнату, когда я здесь, все у меня, в бане, все. Как я могу хотя бы нам одну комнату и детям, внучкам, хотя бы двух, трех комнат дали бы. Я бы согласен. Я согласен был бы. Посмотреть, как идет строительство нового жилого массива и заодно встретиться с жителями Шанхая, приехал глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Мы приехали посмотреть, как ведется строительство жилых домов, которые мы предоставили в рамках договора развития застройной территории. Ну и пошли, посмотрели дома, которые будут расселены. Есть вопросы у жителей, вопросы задают правильные. Когда их переселят, в какие квартиры переселят. Потому что сегодня на застроенной территории жители живут в разных домах. Кто-то живет в 10 квадратах, кто-то в 30, а у кого-то дома больше 100 метров. Понятно, вопросы есть, но мы видим желание застройщикой решать эти вопросы. Проблема есть, будем совместно решать. Но если жители не согласны, конечно, силой не мы не позволим сносить эти дома. Да я думаю, застройщик не пойдет по этому пути. Будем искать компромисс, будем искать все-таки условия, по которым решение устроят обе стороны. Дом, в который планируется переселить жителей, будет сдан не раньше конца следующего года. А всем тем, кто уже сейчас готов переехать, застройщик предлагает два варианта. Или предоставить квартиры в других районах города, или выплатить компенсацию в размере 1 миллион 200 рублей. В 10-й позиции забронировано 90 квартир. А в общей сложности у нас 280 квартир для переселения. Мы так определили, там разные семьи, где-то 5 человек прописаны, где-то даже есть 10 человек прописаны. У кого-то есть прописка, у кого-то нет прописки, у кого-то двухэтажный дом, у кого-то маленький дом. Очень сложно определить, кому какую квартиру. Чтобы не спорить, мы решили каждому дать одинаковую квартиру. Квартиру на дом. Спорные вопросы, связанные с освобождением земельных участков, администрация готова обсуждать и дальше. Жильцы пока тоже не хотят идти на Попятную. Так что поединок между Кувшинкой и Шанхаем еще не закончен. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова